В эту секунду мы приветствуем в нашем эфире Ивана Плачкова, экс-министра топлива и энергетики Украины, президента Всеукраинской энергетической ассамблеи. Иван Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую. Давайте начнем с этой встречи в Сочи, Эрдогана и Путина. Зерно не ваша тема, но тем не менее, вы как человек опытный, наверняка имеете свои мысли и наблюдения. Турецкий лидер приехал к запуганному Путину, и это инициатива ведь не только о зерне, правда? Вот сейчас мы транслируем кадры, как президент Эрдогана. Знаете, я думаю, что в основном о зерне, и почему-то я оптимист, я думаю, что договоренность будет, коридор будет открыт. Знаете, почему? Потому что мы знаем последние несколько суток, какой массированный обстрел терминалов на моей родине, при Дунавской Бессарабии, это и Измаил, Рении, и другие такие портовые терминалы. Россия всегда перед переговорами нагнетает ситуацию для того, чтобы что-то выторговать, вот что-то выторговать. Я чувствую вот это нагнетание именно для того, чтобы Эрдоган и не только Эрдоган, европейские страны, Украина согласилась на какие-то уступки. Будет это, не будет. Будем смотреть, какая ситуация, но я думаю, что это в основном зерно. Ну, понятно, что не только зерно, это и энергетика, это и какие-то геополитические вопросы. Я думаю, что Эрдоган является таким коммуникатором, коммуникатором между Россией и Евросоюзом, НАТО, Соединенными Штатами, потому что это очень такая удобная для этого фигура. И такая фигура должна быть. В принципе, это мировая практика, что все равно нужно доносить какие-то мессенджеры, мессенджеры и доносить какую-то информацию. И это должен быть человек авторитетный, человек, которого необходимо уважать, необходимо слушать, который слов в ветер не бросает. И вот такая фигура на сегодня самая удобная – это Эрдоган. Ну, наверное, не только зерно, потому что если только зерно, то, наверное, Эрдоган мог бы, как показал опыт прошлого года, сам разобраться в ситуации. А здесь, видимо, действительно что-то… Да. Комплекс вопросов, которые необходимо обговаривать. Ну, будем ждать результатов. Да, подождем. Но, тем не менее, есть же ведь еще общая для России и Турции тема газа. И известно, что Путин собирался экспортировать в Турцию больше газа, сделать Турцию неким газовым хабом. И сейчас, судя по всему, есть такое мнение, что Эрдоган обманул хозяина Кремля, и Турция сегодня контролирует поставки российского газа. Как вы считаете? Понимаете? Ну, да, у Путина были намерения. Я думаю, что какие-то обещания были, что российский газ будет поступать не только в Турцию, но и через Турцию в другие страны. Но мы знаем, что санкции работают жестко. И сегодня покупает газ только Турция. И понятно, это экономически выгодно. Турция от этого только зарабатывает. Но пробить через Турцию окно в европейский мир, в европейские страны не удалось. И я не думаю, что Эрдоган специально эту операцию спланировал. Но, тем не менее, кран у него там. У него, да. Но так получилось. Кран-то он может открыть, но никто не хочет этот газ получать, и никто не хочет за этот газ платить, кроме как Турция. Поэтому кран оказался никому не нужным. Вот он в Турции, а за Турцией этот кран закрыт, потому что он не востребован. Поэтому такая ситуация произошла. Точно так же становится и невостребованной ГТС, да, украинская для российского газа. И поэтому, наверное, альтернатива как Турция очень нужна Путину. Вы знаете, я вам скажу, но ГТС, она сегодня прокачивает газ под тем контрактам долгосрочным, которые были подписаны еще до войны. Потому что мы знаем, контракты подписывают минимум на 5 лет. А в основном это как бы 80-летний контракт с фиксированной ценой. Это такой долгоиграющий бизнес. И контракт заканчивается, в следующем году должны как бы прекратить прокачку. И тут нас должно больше волновать, насколько, два вопроса. Насколько сможет работать газотранспортная система Украины без вот этого транзитного газа, который поддерживает давление. Но я уверен, что она сложной будет, но она будет работать и она будет обеспечивать и распределительные сети потребителей Украины газов. Хотя технических сложностей много, но уже проведены и соответствующие испытания, и соответствующие, как бы, проведены ремонты, реконструкции для того, чтобы именно она работала. Но тут стоит второй вопрос, что газотранспортная система станет уязвимой от ракетных ударов. Мы же видим, что вся энергетическая инфраструктура обстреливается, кроме газотранспортной. Почему? Потому что идет транзит газа. Поэтому нам после закрытия транзита российского, конечно же, надо очень внимательно посмотреть на защиту и противовоздушную оборону именно объектов газотранспортной структуры, в том числе и хранилища, магистральные газопроводы, газоперекачивающие станции. Потому что эти объекты станут уязвимыми. И если мы не защитим их, если нам не помогут наши партнеры, друзья, защитить их с воздуха, то, конечно, мы можем получить подобную ситуацию, как в электрических сетях. А электрические сети, если мы повреждаем линию электропередач под станцию, значит, мы отключили потребителей, восстановили и сразу же включили, то с газом история совсем другая. Значит, даже после отключения какого-то участка газопровода, то даже и после его восстановления процесс включения потребителей, он не быстрый. Газопроводы нужно прокачивать, нужно там целая-целая очень сложная и длительная процедура, которая обеспечивает безопасность. Ну да, еще год назад для Путина стрелять по нашей газотранспортной системе, это было бы как стрелять себе в ногу или в обе ноги. А сейчас, к сожалению, когда у него патовая ситуация, когда Европа отказывается и уже почти отказалась от российского газа, конечно, ГТС может стать как такой важный инфраструктурный объект для него целью, в том числе, и вы совершенно справедливо об этом сейчас говорите. Но, кстати, о патовой ситуации Путина, не зря же сейчас, вот мы и сообщали уже несколько раз в эфире, что по итогам первого полугодия этого года газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным. Это впервые со времен пандемии, уже второй раз за последние четверть века. И причиной такого состояния дел в компании как раз называют резкое падение выручки от экспорта. Никто не покупает российский газ. Ну и плюс сокращение транспортировки по нашей газотранспортной системе. В этой связи, какие прогнозы вы можете сделать, Иван Васильевич, в целом по газовому бизнесу для Российской Федерации на ближайшее время? Ну, да, но мы знаем, что «Газпром» уже убыточен. Это однозначно. Почему? Потому что, и мы знаем, сократились поставки практически больше, чем в два раза, я думаю, процентом на 60 до 70. И при этом представляем себе, какой объем средств необходимо, чтобы содержать вот эту колоссальную инфраструктуру «Газпрома». Там же эти газоперекачивающие станции, скважины. Это огромная инфраструктура, очень дорогостоящая. И с введением санкций «Газпром» не получает материала в оборудовании, запасных частей для этой инфраструктуры. И то, что они пытаются где-то найти, каким-то там серым способом, контрабандой и так далее, обходя санкции, это, конечно, обходится в несколько раз дороже. Поэтому «Газпром» сейчас в таком состоянии. Я думаю, что он через год-два пойдет к банкротству. Но очень важно, что «Газпром» не отчисляет деньги в бюджет. Очень сильно страдает бюджет России в целом. Но, знаете, я бы не хотел, чтобы «Газпром» полностью не то, что прекратил свое существование, а дошел до такого уровня, что он не сможет потом восстановиться. В том числе и газотранспортная система Украины. И знаете почему? Давайте мы себе где-то спрогнозируем. После победы Украины Россия должна выплачивать колоссальные репарации. Чем она будет выплачивать эти репарации? Тех денег, которые заморожены на счетах в европейских странах, в Соединенных Штатах, их не хватит. И, конечно же, это будет газ, это будет нефть, которую Украина будет получать в больших количествах по каких-то ценах. Но это уже вопросы переговоров, определяции для восстановления экономики. Поэтому, да, сегодня... То есть, репарации по трубе, да, в том числе? По трубе, в том числе, да. Газ, нефть и другие ресурсы. Потому что я думаю, что это будет правильно, это будет справедливо. Кстати, видимо, так плохи дела в «Газпроме». Вот эта история, что якобы Молдова задолжала 800 миллионов «Газпрома», тоже, наверное, как бы из этой серии, что не все там хорошо. Ну, не, ну, Молдова задолжала, знаете, эти контракты, как... Да, это сложный контракт с поставкой газа. Но там манипулирует Россия, манипулирует этими контрактами. Там можно придумать и 800, и миллиард. И мы помним вот эти судебные наши разбирательства «Давтогаза» и «Газпрома». Поэтому Молдова сказала, нет, никаких 800 миллионов мы не должны. И сегодня Молдова обходится без российского газа. Сегодня Украина закачала в наши хранилища, там где-то миллиард, вот в последнее время, кубов через Молдову и Румынию. Я думаю, что у нас будет в районе 14-15 миллиардов газа в газовых хранилищах. И в первом приближении этого будет достаточно для того, чтобы Украина прошла зиму с учетом вот этого объема потребления. Давайте еще о нефти. Казахстан ищет альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Россию. И сейчас эта страна приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нефтегазовую компанию «Казмунайгаз». Ну и также Казахстан рассматривает вариант, при котором придется остановить экспорт нефти через Черное море из-за атак на Новороссийский, российский порт. Как это, в свою очередь, тоже скажется на экономике России и на экспортном потенциале нефти? Ну, я не думаю, что это скажется значительным образом на экономике России. Это больше такой политический вопрос, чем экономический. Это свидетельство о том, что Казахстан уже принял решение проводить самостоятельную политику экономическую, экономическую, не связанную с Россией. Он хочет себя обезопасить, потому что и объем газа прокачивался, например, туркменский газ, который прокачивался в России и в Украину, он прокачивался через газопроводы Казахстана, нефтепроводы. Там было все взаимосвязано, и Россия была тем хабом для энергоресурсов этих стран. Но сегодня Казахстан ведет самостоятельную политику, он находит альтернативные пути по экспорту, очень плотно работает с Китаем. И Китай предпочитает закупать казахский газ и казахскую нефть, в том числе и туркменскую, в большей степени, чем российскую. Да, они там покупают какой-то объем, но в первую очередь они выкупают эти объемы. И, конечно, Китай помогает и с точки зрения экспорта. Поэтому это уменьшает значительно политическое влияние России на эти страны, именно из-за отсутствия зависимости этих стран в экспорту своих энергоресурсов. А как вы прокомментируете то, что сейчас отмечают невиданный дефицит нефтепродуктов на рынке России? Бензин, дистопливо, мазут. То есть пока Запад накладывает санкции на экспорт сырой нефти российской, Кремль все ближе подходит к тому, чтобы просто самому запретить вывозы стороны нефтепродуктов. Как так стало? Получилось, что сторона бензоколонка, как называют Россию, испытывает сейчас уже такой дефицит? Ну, этот дефицит прежде всего связан не с дефицитом нефти. Нефти в России очень много, ее избыток. Это прежде всего связано, первое, я думаю, с разбалансированием транспортной инфраструктуры. Потому что мы себе представляем проблемы, какие в авиации. И абсолютно железная дорога взяла на себя весь пассажиропоток, особенно в летнее время. И переориентация по транспортировке угля. И это привело к тому, что железная дорога не может справиться, первое, с транспортировкой нефтепродуктов светлых, особенно в южные регионы, там Краснодарский край и так далее, там, где нету больших нефтеперерабатывающих заводов. Потому что в свое время Юг России обеспечивался нашим лисичанским нефтеперерабатывающим заводом. Это первое, это транспортные проблемы. Второе, инфляция, значит, при этом курсе рубля, конечно, выгоднее продавать светлые нефтепродукты и их вывозить на экспорт, потому что нефтеперерабатывающие предприятия, они раньше не вывозили на экспорт в больших объемах, зарабатывали и компенсировали отсутствие прибыли на внутреннем рынке. А сейчас внутренний рынок при курсе доллара 100 рублей, он, по всей видимости, убыточен. Потому что там цены тоже контролируются, и компании стараются экспортировать нефтепродукты. И третье, нефтеперабатывающие предприятия получали компенсации в свое время за счет стабилизации цен на внутреннем рынке. Сейчас в бюджете денег нет, эти компенсации бюджет не перечисляет. И поэтому они, как эти компании, первое, они делают какую-то паузу, стараются максимально вывести эти светлые нефтепродукты. И поэтому вот эти три момента наложились, и дефицит светлых нефтепродуктов, и увеличение потребления, сельское хозяйство, особенно уборку урожая в этот период. Поэтому наложились эти факторы. Это свидетельство о том, что экономика России разбалансирована абсолютно. И таких моментов будет очень много, и не только на рынке светлых нефтепродуктов. Мы видим и курс рубля, и транспорт, и дефициты, и так далее. Но это, опять же, результат санкций. Да, они работают не быстро, они работают не так быстро, как бы мы хотели, но они работают. И они поэтапно, постепенно, они просто разбалансируют экономику России. И это будет полный крах. Я думаю, что не пройдет много времени, когда курс доллара будет 150, потому что нету резервов, нету источников поддерживать этот курс на длительное время. Еще хотел спросить, Иван Васильевич, про нашу энергобезопасность. Вы говорили уже сейчас про газ, и как бы у вас такие более-менее оптимистические прогнозы на отопительный сезон. Да, закачали более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы. И в целом в хранилищах достаточно, будем надеяться, газа, чтобы пройти отопительный сезон. Про энергосистему хотел спросить. Украина подключила к энергосистеме еще один энергоблок Ровенской АЭС. Сейчас в Украине работают уже 10 атомных энергоблоков из 15. Поможет ли это уменьшить дефицит электроэнергии? Ну, первое, я бы не констатировал вот эти цифры 10 из 15. Мы знаем, что 6 энергоблоков у нас только на Запорожской стоят из 15. Поэтому я как бы оцениваю, не будем по цифрам говорить, сколько блоков работает. Но, первое, энергоатом проводит ремонт энергоблоков. Вводит поэтапно блок за блоком. Там тысячу мегаватт, я думаю, в ближайшее время еще тысячу мегаватт введут. И будут работать не только все блоки энергоатома, но и те блоки тепловых электростанций, которые отремонтированы, которые введены в эксплуатацию. На сегодняшний день система не сбалансирована по потреблению и выработке. Не сбалансирована. Почему? Потому что мы получаем техническую помощь по 1000-1200 мегаватт из Румынии, из Польши. Не импортируем эта техническая помощь. Лучше бы мы импортировали, потому что техническая помощь нам обходится дороже, чем коммерческий импорт. Я думаю, что это поправит и НКРЭ. Они сделают так, чтобы был коммерческий импорт. Но сегодня высокое потребление за счет включения кондиционеров высоких температур. Но зимой при низких температурах уровень потребления будет больше. И мы уже чувствуем о том, что система в напряженном балансе будет работать абсолютно без резервов. Если будет какое-то аварийное включение, особенно на атомных станциях, или ракетные удары с повреждением инфраструктуры, трансформаторной инфраструктуры на электростанции, конечно, у нас не исключен дефицит электроэнергии. Не исключен. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Конечно, надо сегодня уже работать с нашими европейскими партнерами по возможности оказания как технической помощи, это аварийная, если это необходимо в короткий период, так и увеличение объема импорта электроэнергии для того, чтобы мы компенсировали дефицит. Ну, если сказать в двух словах, зима у нас будет такой напряженной, не менее напряженной, чем прошлое, но могут быть какие-то нюансы, к которым надо быть готовы. Поэтому генератор, экономия, то, что мы проходили в прошлом году, пункты незламности и так далее, мы должны быть готовы с учетом опыта и ошибок. Да, я только хотел сказать, самое главное, опыт. Опыт у нас есть, очень дорогой ценой, большой ценой нам достался, поэтому будем надеяться, что пройдем этот отопительный сезон и победим на энергетическом уровне. Пройдем однозначно, победим без сомнения. Спасибо, Иван Васильевич. Иван Плачков был в нашем эфире, экс-министр топлива и энергетики Украины, президент Всеукраинской энергетической ассамблеи. Продолжение следует...